добрый вечер всем кто подключился сегодня у нас такой экстренный эфир можно сказать по теме которую мы уже поднимали по теме защиты байкала для нас для жителей республики алтай лично для меня человека который стоит за защиту земли в своем регионе эта тема животрепещие и к тому она животрепещие потому что я сама лично была на байкале я знаю какой красоты это объект я прекрасно понимаю какое наследие мы потеряем если мы потеряем байкал и поэтому нельзя не говорить об этой теме и я очень рада что сегодня у нас елена сафонова это представитель один из представителей совета в защиту байкала и она сейчас расскажет нам последние новости потому что там происходит по законопроекту о сплошной рубке и с какими трудностями сейчас сталкиваются жители проживающие так скажем в круговую до вокруг нашего озера лена расскажите пожалуйста что сейчас происходит может быть начнем с того что как продвигается действительно законопроект который в госдуму представлен потому что людей это очень волнует очень многие возмущались очень многие высказывали свое мнение был организован флешмоб практически все экологические организации подхватили так скажем эту тему поэтому большой общественный резонанс был какой итог всем зрителям здравствуйте приветствую вас всех хорошо что вы волнуетесь за байкал переживаете это помогает я думаю местным жителям как говорится держаться на плаву и понимать что страна за плечами и они не в одиночестве бьются сегодня за территорию на которой проживают за байкал очень много наделал шуму приехавший сюда вячеслав фетисов хоккеист депутат государственной думы а приехал он видимо по той причине это мое такое мнение что он выступал на радио свободы и имел неосторожность сказать следующие слова что на байкале проживает 150 тысяч человек они живут в невыносимых условиях и поэтому априори жить там нельзя в тех местах которых они живут их лучше выселить за черту особо охраняемой территории и видимо произнес то что говорится за кулисами кулуарно где-то там в кремле о чем не должны были знать люди а в итоге значит информация это полетела по всей стране и стал так сказать огромной новостью поэтому он приехал видимо на байкал в одиночестве и давай разговаривать с людьми объяснять вот на встрече в узборгузине целых 10 минут объяснялся что он не так сказал он не сказал то есть не выселиться всем все по-другому но слово не воробей вылетело не поймаешь законопроект о сплошных вырубках до сих пор не принят он находится в завислом таком состоянии и люди живут по этому напряжении то есть что же будет дальше никто толком и не знает то есть закон был посвящен по сути дела двум тем это сплошные рубки и перевод земель из категории лесов в категорию населенных пунктов то есть опять сплошные рубки потому что если есть вокруг леса каким образом строить поселки точно сначала надо все это дело вырубить вот поэтому люди живут в напряжении но ошибки вот такие которые допустил фетисов или же оговорки можно сказать это не впервые для кремлевских заезжих жителей в том числе в прошлом году в этом году 2023 году в марте месяце в буряти уже приезжал как вы помните показывали по центральному телевидению путин и оговорился видимо что за уралом проживает всего 12 миллионов человек ну вот а на самом деле нам всегда говорят что там 27 миллионов человек есть разница но для них как бы это две москвы или одна москва и поэтому нас для них здесь очень мало они считают это вообще не не заселенная территория вот а в начале двухтысячных годов ближе к 2008 2009 году я встречалась с одним из депутатов государственной думы в москве который мне рассказал что по государственной думе ходит законопроект о выселении всех живущих за уралом но тогда был очень мягкий закон то есть предлагалось тем законопроект законопроект который так и не вышел в свет предлагалось людям выделять деньги и они должны там определенное количество времени покинуть свои территории уехать жить туда куда они на эти деньги могут уехать то есть это как бы не в первый раз и фетисов может быть даже и зря как говорится объяснялся перед людьми просто сказал бы по-честному да наверное вы тут лишние в итоге значит встречи я видела видео запись встречи в усть-баргузине одна активистка женщина который 40 лет занимается общественной работе прямо сказала что в усть-баргузине совсем недавно еще жило 12 тысяч человек усть-баргузин это нынче центральная экологическая зона то есть байкал разбит на разные зоны центральной экологической национальный парк особая экономическая зона вот и людей туда определили людей даже не спросили будете вы в этой зоне жители не будете вы в этой зоне жить их определили им создали условия а теперь говорят они живут в этих невыносимых условиях из 12 тысяч на сегодняшний день будет байкал гузине как сказал это активиста осталось всего 6000 человек а когда-то усть-баргузин был процветающим поселком потому что там люди занимались рыбой лесом то есть там пушнины было много вы знаете известный на весь мир байкальский соболь то есть люди занимались и пушниной все это шло на экспорт в узбаргузине стоял рыб комбинат который делал консервы которым мы в россии не ели а эти консервы шли за рубеж то есть очень процветающий поселок а сегодня говорят 150 тысяч невыносимых условиях живут то есть кто довел страну и кто довел эти территории до этого состояния а сегодня говорят а давайте может быть мы вас выселим вот то есть после того как распустили лесные хозяйства которые занимались по сути дела охраной и посадками лесов и борьбой с пожарами начались огромные пожары по всей стране не только в центральной экологической зоне не только вокруг байкала вы знаете какие пожары раньше же их не было да потому что работали конкретно лесники и они ответственно относились к этому делу а потом их распустили зато приняли как бы закон об охране озера байкал но он не работает он не работает для власти он является ограничением только для жителей это этих мест мест которых люди живут им нельзя то им нельзя все им нельзя пято им нельзя десятка ну вот а так как горели они леса никто ответственности не несет 10 тысяч двое тысячи гектар леса сгорела центральной экологической зоне кто понес ответственность где посадки где виноватые они по нет вроде бы она все само само сгорело да и все раньше везде всегда были ответственны я хотела вам напомнить вот когда говорят о о байкале вообще о проблемах людей которые на сегодняшний день созданы ранее хочу вам напомнить распоряжение правительства номер 207 р она принята еще 13 февраля 2019 года удивительная бумага там до такой точности до такой подробности приведены списки производств которые можно развивать сейчас на этих территориях то есть они ушли в этом распоряжении от региональных территорий перешли на стратегию пространственного развития так вот в этих пространствах до такой степени точно там и кожевенная править парамышленность и мукомольная и мыло варенье и ткачество и пошив обуви и одежды переработка рыбы и так далее я когда читала вот по каждому из регионов до такой степени точно это же все было в советское время потом все это развалили а сегодня предлагаются а кому а а кому это предлагается если нас собираются выселить отсюда вопрос то стоит ребром то есть вы уже тогда скажите точно но они точно и говорят прямо в этом распоряжении 207 р что предполагается массовой миграции переселение людей ну да люди это не доносят в кабинетах они об этом знают а люди об этом и слыхом не слышали и дальше там же в этом же документе говорится о создании стала 40 агломераций то есть 40 крупных городов а у нас 83 регионы всего оставить 40 крупных городов и буквально через несколько через год или два озвучивает уже кудрин слух что не 40 агломерация достаточно в россии 15-20 агломераций вот они озвучены планы в распоряжении а потом внесены в стратегии социально-экономического развития всех регионов мы когда об этом здесь узнали и начали требовать чтобы народ ознакомился с этими планами стратегий вниз носили бы свои предложения чтобы это обсуждалось по телевидению по радио ведь понимаете это стратегии это не план стратегия это военный термин это внедрение план да это вот мирное такое но мы попланировали людям предложили люди согласились люди взялись за осуществление этих планов а здесь идет стратегически внедряют что-то такое противоестественное для людей в жизнь и и ничего об этом не говорят а вот собирают вот так вот вот на байкале группами людей зачем они собирали при этих группами людей приезжали сюда депутаты приезжали сюда губернаторы приезжали сюда группы помощники их не целыми автобусами да для того чтобы поговорить не спуститься до местных жителей об этих сплошных рубках что-то за этим кроется и мы начали искать информацию и действительно убедились что это не просто сплошные рубки планируется на байкале и не просто строительство туристических объектов потому что за это время как был принят закон об охране озеро байкал за это время когда были разрушить разрушены и предприятия на как которые люди жили по многу лет десятилетиями зарабатывали деньги хорошо они разрушены эти предприятия вот и тут что-то другое совершенно происходит что же здесь прячется оказывается очень все просто это сейчас идет открыто глобальной приватизации природы приватизация с дальнейшей целью продажи этой природы а вспомните что у нас предприятиями было то есть сначала людей добровольно опрашивали хотите ли вы приватизировать свое предприятие или нет а потом люди когда дали согласия они же ведь обещали золотые горы куда девались эти предприятия 80 процентов предприятий по сути дела сегодня принадлежит иностранцам 80 оставшихся живых процентов предприятий принадлежит иностранцам так вот если будет приватизирована природа то она очень быстро пойдет с молотка сначала она уйдет естественно олигархом а потом олигархи за большие деньги перепродадут это все иностранцы и даже сомневаться в этом не стоит поэтому сейчас к людям приезжают и говорят примите поправочки ну примите пожалуйста поправочки к закону а потом все пойдет по накатанной просто как стержняком покатится и задавит людей задавит просто тем что люди сейчас приняли добровольно поэтому ни в коем случае нельзя допускать этот крупный бизнес и отдавать им земли ни в коем случае сегодня у нас так устроено законодательство что иностранцы не могут купить землю просто кусок земли но они могут купить землю построенным объектом недвижимости и вот самые лучшие объекты то есть это просто получится не не одноразовое обогащение а многоразовое обогащение сначала в особых этих экономических зонах на особых условиях на льготных условиях будут выстроены огромные огромные туристические объекты развлекательные объекты на которых сначала заработают российские олигархи а потом смогут их успешно перепродать иностранцам и таким образом не объекты а природа уйдет с молотка вот таким вот вот образом у нас сегодня обстоят дела о чем люди в принципе не в курсе ну вот я вас слушаю елена я вот вас слушаю и знаете просто у меня перед глазами встает ситуация та которая происходит на алтае то есть один в один под видом развития туризма под видом привлечения инвестиций у нас здесь создаются условия для тех самых инвесторов очень выгодные в отличие допустим от того же малого и среднего бизнеса местного то есть нам конкурировать с такими как герман греев как игорь бабаев какие птушенков то есть такие акулы так скажем бизнеса нам конечно с ними никак не конкурировать и условия для них создаются еще раз говорю такие вот как если бы но передачи земель до абсолютно бесплатно либо с минимальной арендой огромных территорий это создание инфраструктуры то есть для нас мы таких так скажем условий не видим это первыми второго то что вы очень правильно сказали то что вполне возможно нас готовят к переселению и делают это различными способами например у нас сейчас скупают участки за достаточно хорошую цену с предлагает целому селу практически целому селу продать свои участки за 20 миллионов и люди согласны и откуда они с этими деньгами непонятно потому что все вокруг действительно скуплено это только вот ближе к москве грубо говоря да туда где-то на севере так далее я не радостно и с этими деньгами бегут но ведь деньги это бумага а земля и природа она не восполняется но в плане том что ты уже такую нигде не добудешь и не увидишь это ты добровольно продаешь себя свою землю будущее своих детей и потом вот то что сказано про агломерации этот вопрос он поднимается на самом деле давно его даже для наших слушателей кто будет смотреть это в иркутской области в бурятии которые именно про байкал знают эту про и она разложила прям вот то есть она показала полностью как это все происходит так вот про агломерации мы говорим давно и это судьба действительно прекрасных наших территорий когда нас попытаются но я так вижу пытаются переместить где можно легко осуществлять и контроль и как-то я не знаю влияет на нашу жизнь до проводить свою стратегию а вот эти все прекраснейшие места как сказал олег матвей тоже грубо говоря проговорился депутат госдумы он сказал у нас алтай должен быть для миллионеров и миллиардеров поэтому мы с вами здесь вот судя по их словам не должны находиться поэтому это очень пик скажите пожалуйста а вот все таки может быть ну в людях я понимаю первый раз когда им объясняли те же депутаты губернаторы возможно они где-то ну грубо говоря повелись на их слова красивое обещание и где-то как-то может лояльно отнеслись но вот на данный момент по прошествии времени пришло понимание того глобальность опасности и того что нельзя сейчас идти на попятную нужно стоять вот как как люди реагируют на данный момент вы знаете хороший вопрос я просто полагаю что население разделилось на две части одни которые все отчетливо понимают а другие которые смотрят телевидение они просто зазомбированы тем что там показывают поэтому они не в состоянии оценить того что их впереди ждет но сомневаться о том что планы по продаже по приватизации природы не только байкала а все планеты собственно говоря в том числе и россии они двигаются из одного места которая называется коллективный запад с которой мы собственно ведем борьбу так вот этот коллективный запад посчитал что все природные активы если ими начать торговать в год им будут приносить сто двадцать пять триллионов сто двадцать пять триллионов долларов для того чтобы оценить насколько это велика цифра то все углеводороды то есть и нефть и газ в мире в год приносят примерно 4 и 6 десятых триллионов долларов и теперь подумайте если они уже открыли рот на природу они его закроют и свободно отпустят нас и скажут даже видите как жили то есть своей прежней жизнью нет они этой прежней жизни нам не дадут и мы должны все быть на чеку каждый момент они же вытворяют все что хотят вот написано у вас здесь что повышение тарифов на электроэнергии планируют это по иркутской области тогда когда у нас здесь целый каскад электростанций и просто никакого дефицита электроэнергии нету они собственно говоря даже и не знают куда эту электроэнергию девать в интернете приведены цифры сто процентов никак не получается использование электроэнергии гораздо меньшим и весом но при этом нужно за насчет обогащаться из природы будет там и так вот фондовая биржа не нужно на своей стеке выжила информацию о компаниях природных активов это для людей новое совершенно понятие компаний природных активов это те компании фондовые биржи будут разрешать владеть флотами зорой фауной дикой природой леса реками болотами озерами если у тебя есть деньги ты можешь владеть ей если нет то вы можете приезжать покупать там если они у вас если у вас хватит денег отдохнуть на этой природе от на этой природе загорать на этой природе то есть все очень непросто то что то будучи которые они нам приготовили оно опасное для нас и нам нельзя складывать ручки и прекращать думают что там хороший дядь приедет фетисов или еще кто-нибудь и за нас все здесь решит нет все будет не так народ должен объединяться сплачиваться и держаться друг за другом советы объединяться и защищаться вот смотрите у нас на базе народного совета создана группа защитников по байкалу и мы за этот короткий период времени сделали достаточно много для того чтобы донести до людей как себя вести что делать в это время вообще информацию что происходит то есть мы занимаемся просветительской работой кроме вот что у нас есть чат у нас есть активисты мы связываемся с соседними регионы мы организовали сбор подписи байкала 3094 подписи мы собрали по двум регионам но нам прислали подписи со всей россии то есть для того чтобы никаких сплошных рубок на байкале не было далее мы провели масштабнейший научный научный социальный опрос более тысячи человек которым участвовало из двух регионов вот результат этого социального вопроса вошел в научный региональный сборник по итогам августовской конференции причем опрос людей которые проводились он полностью противоречит формулируем мнение мнению власти они говорят одно а люди понимают что на них обманывают здесь что-то не так люди понимают что сплошные руки это никакое не добро для людей это беда и для людей для байкала мы на мы провели также общественный научный круглый стол который назывался байкал общенародное достояние и резолюцию этого круглого стола отнесли губернатору и в общественную палату города иркутска с просьбой включить нас в рабочую группу по разработке вот этого в законопроекта ну естественно нас никто туда не включил потому что мы и многомыслящим мы не так думаем как предполагает это власть мы доносим до людей резолюции у нас частный а первых пунктов был такой что природа создана богом и никто не имеет право присваивать байкал с целью про же с целью наживы хотя вот на последней встрече в петисов в узбор украшения фетисов сказал а что байкал как вам так и нам принадлежит извините территории жили там столетиями их рода там выросли калия и которые питались жили ели они за счет они хотят приехать и начать торговать понимаете это совершенно разные весовые этого допустим ни в коем случае нельзя роду торговать нельзя вот один из главных пунктов в резолюцию также был что строительство крупных туристических объектов разрешать только нарядные земли тогда невозможно будет продать эти огромные туристические объекты на арендованных землях никак и тогда все это останется здесь местным жителям россии это не уйдет куда-то а про мелкие туристические объекты мы говорили что их можно строить и не врубая вообще лет а вписывая в природу но на вот пришел ответ на нашу изолюцию что у них то все идет правильно и наши наше мнение даже никто и не услышал вот мы требовали также экспертизу то есть по количеству этих вырубок возможных которые планируют и экспертиза дайте по возможному урону природе то есть сколько чего можем и потерять в результате этих сплошных вырубок ведь байкал на каждом квадратном метре живут эндемики только там растут растения только там на байкале на побережье живут животные нет никаких экспертиз причем когда мы собирали конференцию по защите байкала мы приглашали ученых и на них оказывалось такое сильное давление чтоазывались участие в нашей конференции но те которые пришли и выступили они стоили здесь каждый из них стоил десятеры ним огромная благодарность еще у нас был очень в связи с тем что россии вот и сегодня на коллективный запад мы потребуем выйти и требовали резолюции выйти из всемирных организаций такие как о гмв воз в т.о всемирный экономический форум и международный валютный фонд ну естественно никто не среагировал но по крайней мере мы свое мнение до них донесли работу мы провели огромном не стыдно что мы здесь живем и нам могут ткнуть пальцем а что ты сделал делали и делаем достаточно много мы даже вот с блогерами по всей россии выступаем и как бы простые люди простые граждане никогда прежде не выходят не выходили в эфир и вот мы выждены обработать блогерам в частности с вами у нас же были международные блогеры и тоже отлично прошла встреча лена вот действительно и вот у нас огромную работу то есть вот если есть какие-то вопросы вы мне можете задать да конечно я вот как раз говорю о том что вы проделали огромную работу я просто сама знаю каких трудов это сто и матери и временных и просто нервов своих и сил сколько-то стоит и вам вот низкий поклон за то что вы действительно не бросаете эту тему и продолжаете действовать и уже сделали так много я думаю это обязательно даст результат да система она извините идет на храпом мы сейчас тоже это видим мы ездили к президенту направляли наши подписи до десятки тысяч о том что мы не хотим чтобы нашу республику превращали в один сплошной туркластер мы об этом говорили конечно на нас ну так скажем никто не отреагировал в плане бумаг в плане каких-то там заявлений но все равно нам удалось вот этот процесс затормозить это первое а сейчас просто понимая что мы остро реагируем на любую тему по так скажем скупки и использованию нашей земли уже стараются более осторожно идти как-то к нам навстречу и так далее но не нужно вестись опять найти я вот обращаюсь даже к своим землякам к тем кто живет в иркутской области в республике братья ни в коем случае нельзя вестись на какие-то их обещания или красивые слова потому что они да какое-то время могут их выполнять то что они захотели начинают работать в таком режиме когда зиньте плевать на вас и не знаем как вас зовут наша сила действительно как вы сказали в том что мы родились на этой земле мы коренные жители этой земли мы столько здесь эту землю наши предки сохраняли неужели сейчас мы ее отдадим на растерзание этого нельзя допустить ни в коем случае и вот сейчас я думаю что действительно выход в том чтобы объединяться в советы как вы правильно сказали все равно продолжать действовать активно в конце концов сейчас есть выборы выборы в марте состоятся 24 года президента даже к этим выборам говорить о том что если вы действительно не выполняете требования народа и не хотите работать на народ ну тогда уходите на выборах выберем других людей есть достойные кандидаты почему бы и нет то есть нам уже действительно нужно ставить вопрос ребром у нас вопрос когда мы либо живем на своей земле либо не живем то есть я вот это вижу что это необходимо мы уже пришли к этой точке елена я хотела бы уточнить какую помощь люди могут оказать сейчас вам может быть действительно есть группа где публикуются новости о том что происходит на байкале может быть есть какие-то подписные которые нужно подписать что какую помощь мы можем вам оказать и люди могут оказать ну на самом деле подписаны и у нас листы есть несмотря на то что мы уже сдали более трех тысяч подсей можно возобновить снова сбор подписей защиту байкала и и против этих сплошных трубок и я думаю вот после эфира было бы здорово выложить внизу под эфиром какую-то информацию о том что мы подписи продолжаем собирать это первое а второе вот самое главное чтобы люди из уст в уста вот как цыганская почта что говорили то что они сегодня слышали я не с неба брала эту информацию и искал ее в интернете специально находил вот эти законы распоряжение постановление вот нью-йоркскую биржу то есть что они там собираются сотворить с природой люди должны отчетливо понимать а так как тогда когда они поймут об опасности люди обязательно объединятся и вот приглашаем их в наш чат тоже если будет выложена внизу ссылочка на чат это будет очень здорово если при эфира люди начнут присоединяться и бурятия и иркутская область в этом чате и тогда вместе когда нас будет много мы уже сможем добиться большего мы можем тогда и митинги устроить выходить на улице мы сможем требовать власти уже не так вот нас там 30 100 500 человек а если будет 3 10 тысяч это уже будет сила поэтому люди присоединяйтесь к нам давайте вместе в одиночку очень трудно бороться а если нас ну вот сейчас немножко было зависание в эфире до меня видимо позже доходит слова елены потому что у меня еще идет речь которую елена проговорила видимо позже к сожалению елена уже отключилась видимо не дождавшись моей ответной реакции но вот вам скажу так что сейчас на данный момент была целая атака ботов на мой телефон я так понимаю тему которую мы подняли она очень животрепещая поэтому не давали даже возможность просто нормально поговорить я очень надеюсь что эфир записался елена я надеюсь вы меня слышите прекрасная работа проведена мы постараемся все что можем тоже вам помогать я призываю людей не только вот подписывать вот эти подписные а действительно как сказала наша наша гости нужно из уст в уста просто вот поднимать возмущение людей поднимать вот это вот знаете как желание все-таки защитить свою землю не быть вот амебой которая просто плывет туда куда и указали можно писать самостоятельно в ту же государственную думу на президента и так далее свое мнение по поводу байкал да и в принципе всей ситуации и по поводу в том числе и земель алтая не знаю там бурятии карелии потому что я уверена камчатка наверняка в каждом регионе такие проблемы есть давайте уже поймем что мы стоим перед серьезнейшей ситуацией когда мы либо живем достойно и благополучно на своей земле либо действительно уже как индейцы в резервации доживая век очень серьезная тема очень серьезный вопрос благодарю всех защитников байкала и пожалуйста распространяйте этот эфир ссылочки на документы про которых говорила елена и где можно будет взять информацию что я выложу под этим эфиром все всем тогда добра до следующих встреч до встречи до встречи до встречи до встречи punk гд Продолжение следует...